Чао свима! Я продолжаю бороться сладостями. Вот, и сегодня моя любимая вавельская кровка. Это вот так читается, на самом деле, это коровка из вавельская. Кто не знает, вавель это холм в Кракове, где расположены старые грады, бывшие столицы Польши. Вот, и вавель, на самом деле, это вот эти конфеты вавельские, они продаются по всей Польше. Это, естественно, не только кровка, это шоколадные, михалки или что-то в этом роде. Они продаются везде, и это, на самом деле, очень-очень вкусные и качественные конфеты. Я взяла не просто конфеты, я взяла вот такой вот офигенный бидончик с молоком. Тут написано, что кровка млечная, то есть это молочные конфетки, коровка. Но польская коровка не имеет ничего общего с той коровкой, которая продается в России. Потому что, если в России набухан вот этот вот вареный сахар, то здесь реально молочная, сливочная, вкусная. И мне нравится вот эта вот эдиция, которая продается, наверное, продается в фирменных магазинах, если такие есть, но я ее покупала и покупаю в Варшавском аэропорту. Стоит в магазине, в дьюти-фри, каждый может купить. Вот, это я вот ее так открыла. На самом деле она может еще использоваться как копилка, то есть это многоразовый продукт всем, кому нравится и напоминает о Вавеле. Вот, значит, вот так открываю. Вот здесь вот внутри лежат конфеты. Здесь ровно на упаковку, они бывают еще в пластиковом пакетике, здесь ровно на упаковку рассчитано. Открывается еще вот эта часть, если у кого рука не пролезает, или кому хочется больше. Вот, а так вот здесь вот лежат наши любимые вавельские конфетки. Я пока это оставлю. Выглядят они вот так, совершенно обычные, с чудесно нарисованной коровкой. И ее просто не спутать ни с чем. Она очень вкусная, очень вкусная. Очень сливочная, очень молочная. Сейчас я ее попробую. Вот так она открывается, как самая обычная конфета. Внутри, значит, она вот так завернута. А здесь всегда какие-нибудь неожиданные пожелания, приветствия. То есть ты всегда пытаешься угадать, что тут еще может быть. Значит, здесь еще одна упаковка, потому что она сливочная, она молочная, она может растаять. Все предусмотрено. Выглядит она вот так. То есть это вот такой брусочек попиленный. И сейчас я покажу, какая она внутри. В общем, она вот такая. Я не скажу, что внутри она жидкая. Абсолютно ничего из нее не вытекает. Она такая вкусная. Она такая молочная. Она очень свежая. И вкус вот именно вот этого вот сгущенного сливочного молока. Это моя, кстати, любимая конфета. Кружки. Не тереби фантик, положи его в дождь и шуршиши. И это те конфеты, которые я всегда привожу из Польши. И написано, кстати, что они сделаны вручную. И здесь это видно, что они делаются вручную. Это супер. Это очень вкусно. И даже тот человек, который не любит сладкое, он просто не сможет это не съесть. Поэтому, если вы будете в Польше, если вы живете, ешьте и наслаждайтесь вот такими классными конфетами.